День за днём Будет выполнено расширение парковочных мест, ремонт тротуарных дорожек и благоустройство газонов Проект «Комфортная среда в действии» Цель конкурса – увековечить живую историю становления и развития городов атомной отрасли Стартовал проект «Слава Созидателям-2018» А сейчас об этих и других событиях подробнее В связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы Из резервного фонда правительства Российской Федерации Выделены 5 миллиардов рублей на приобретение 90 тысяч тонн дизельного топлива для сельхозпроизводителей Для Смоленской области предусмотрено 32 миллиона рублей Профильный департамент выделит на эти цели ещё 5 миллионов рублей из областного бюджета Средства будут распределены между сельскохозяйственными товаропроизводителями, которые заключили соглашение о предоставлении субсидии Не так давно десногорцы обнаружили в своих коммунальных платёжках интересное объявление В связи с этим возникло много вопросов и слухов Наша съёмочная группа разобралась в ситуации Подробности в нашем сюжете Каждый собственник жилья в многоквартирном доме Десногорска имеет на руках договор с управляющей компанией В нём прописан перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общедомового имущества Это уборка в подъездах, содержание и обслуживание лифтов, внутридомового инженерного оборудования, сбор и вывоз ТБО, содержание придомовых территорий и многое другое Однако в плату за содержание и ремонт помещений не включены услуги по ремонту коммуникаций и сетей в квартирах собственников Это уже дополнительные услуги Их комбинат коммунальных предприятий осуществлял за отдельную плату И вот пару месяцев назад десногорцы в своих квитках обнаружили объявление о том, что с 1 июля 2018 года оказание платных услуг населению прекращено Многих озадачило, что это значит, неужели город остался без основной управляющей компании, кто теперь будет создавать уют во дворах и домах Те услуги, которые МУП ККП оказывает как управляющая компания, в соответствии с перечем работы услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, оказывала и будет оказывать То есть МУП ККП как управляющая компания работает и будет работать, а дополнительные платные услуги не будет оказывать В связи с тем, что МУП ККП заключил контракт со сторонней организацией по обслуживанию и текущему ремонту общедомовых систем инженерного оборудования На предприятии проведена оптимизация рабочих мест И проводить электротехнические и сантехнические работы попросту некому Теперь их выполнять будет другое предприятие по договору Соответственно и оказывать платные услуги такого характера комбинат не может Однако рынок услуг в этом направлении в городе достаточно велик и у десногорцев не должно возникнуть никаких проблем В экстренных случаях всегда можно позвонить в аварийную диспетчерскую службу по телефону 72224 И вам непременно подскажут, куда обратиться или направят специалиста из контрактной организации Ни одно обращение жителей не останется без ответа Более 200 школьников со всей Смоленской области стали участниками летней школы архитектура таланта Ребята изучали и практиковались в различных профессиях Это более 25 направлений от отделочных и малярных работ до профессионального курса криминалистики Освоение различных специальностей проходило под кураторством опытных преподавателей Особенность программы – это практическая направленность Благодаря двухнедельному пребыванию в летней школе ребята смогли оценить свои силы и узнали, где им лучше получить образование В предыдущих передачах мы рассказывали вам о ремонте дороги в микрорайоне, который десногорцы ласково зовут Простоквашино И обещали следить за ходом работ Из следующего сюжета вы узнаете последние новости седьмого микрорайона В 2018 году Смоленская атомная станция выделила средства на частичный ремонт дорог в городе В основном объеме ремонт закончен В седьмом микрорайоне восстановлен большой участок асфальта Чтобы завершить ремонт на подъезде к домам в седьмом микрорайоне, станция выделила дополнительную сумму 16 августа подрядчики приступают к дополнительным работам по дороге в седьмом микрорайоне На данный момент работы выполнены на автомобильной дороге Н1, Н4 Частично выполнены работы на дороге Н6, это центральная улица нашего города Все работы планируется завершить до 30 августа текущего года Жители седьмого микрорайона не помнят, когда последний раз был дорожный ремонт А ведь это единственный проезд к жилым домам Вы знаете, это просто событие, которое надо было так показать всему городу Понимаете, потому что об этой дороге знает, наверное, весь город Потому что уже как эти таксисты бедные несчастные здесь мучаются И жильцы этого города, этого микрорайона Что вот эти вот ямы такие неимоверные Понимаете, я, конечно, была очень удивлена и прекрасно, в прекрасном настроении Народ радуется, и я радуюсь тоже, знаете Приятно, когда вот здесь вот этих холдобин нет, а то же было черти что Теперь с ровной дорогой жители Простоквашино не будут чувствовать себя оторванными от города В Рославле двое мужчин украли корову с местной фермы По словам заявителя, сумма ущерба оценена в 70 тысяч рублей Злоумышленников быстро задержали Они признали вину, пояснив, что в ночь кражи употребляли алкогольные напитки Когда спиртное закончилось, мужчины решили похитить животное с фермы Разделали тушу корову, продали мясо, а вырученные деньги потратили Возбуждено уголовное дело, им грозит срок до пяти лет В федеральном проекте «Комфортная городская среда-2018» приняли участие три многоквартирных дома Десногорска Во дворах четвертого и первого микрорайона работы уже закончены Близится к завершению благоустройства во втором микрорайоне Наша съемочная группа побывала во дворе, чтобы рассказать вам, когда закончится ремонт За лето этого года буквально на глазах преобразились территории домов 10 в первом микрорайоне и 7 и 8 в четвертом Расширены парковочные места, установлены лавочки, урны и детские городки, уложен новый асфальт Все эти работы были выполнены за счет финансирования по программе «Комфортная городская среда» И благодаря инициативе самих жильцов, которые откликнулись и организовали своих соседей Чтобы реализовать возможность улучшить условия своей жизни При этом жильцы сами определяли, что нужно сделать во дворе И на протяжении всего ремонта контролировали качество работ Сейчас полным ходом идет благоустройство двора дома номер один во втором микрорайоне Будет выполнено расширение парковочных мест, ремонт тротуарных дорожек и благоустройство газонов До конца августа работа будет выполнена До конца августа управляющие компании города будут принимать заявки от жильцов многоквартирных домов Для участия в программе «Комфортная городская среда» Не оставайтесь равнодушными, принимайте участие Только от вашей активности зависит, каким будет ваш двор в следующем году Проект «Слава Созидателям» продолжит работу в новом учебном году Инициатор проведения – Общественный совет Госкорпорации «Росатом» Этот конкурс объявлен уже в третий раз В этом году сроки подачи видеороликов сократили Участники должны представить свои работы не позднее 5 октября Проект «Слава Созидателям» стартовал в 2016 году За два года более 200 детей сняли 400 видеороликов Героями видеоработ стали широко известные работники предприятий и ветераны Внесшие значительный вклад в развитие атомной отрасли или нашего города О целях творческого конкурса нам рассказала менеджер-методист комитета по образованию Татьяна Кужиньязова Цель конкурса – увековечить живую историю становления и развития городов атомной отрасли Сохранить память о жителях нашего города, принявших активное участие в строительстве города и атомной электростанции Передать молодому поколению знания и опыт старших Воспитать молодежь в духе верности Отечества, уважения к старшему поколению, гордости за достижения атомной отрасли России В этом году работы на муниципальный этап будут приниматься в Комитет по образованию с 1 сентября по 5 октября Уже 15 октября 5 лучших работ будут отправлены на федеральный этап Комитет по образованию просит десногорцев присоединиться к проекту Снять новые сюжеты о людях, внесших значительный вклад в развитие атомной отрасли и города И тем самым написать свою строку в летописи Десногорска Более подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте Комитета по образованию На сегодня это вся информация Все самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте desnadefistv.ru С вами была Алина Сазонтова, оставайтесь с нами Субтитры создавал DimaTorzok